Сейчас вот недавно, ну сколько, пару дней назад вроде, вышла демка по шестому Resident'у на PlayStation 3. И недавно, несколько месяцев, пару месяцев назад вроде, выходила для Xbox 360. Это разные демки, там разные куски из игры. Но, знаете... Вот... У меня просто, я не знаю, что сказать, но... Вот, просто единственное слово, это вот говно. А что еще добавить? Потому что это... Просто... Кстати, я даже не могу слов подобрать. Это просто реально полное говно. Ладно, там Раккун-Сити было говном, так это вообще такой ужас. Знаете, ребят, вот... Те люди, которые работают в Capcom и делают эту хуйню, они явно не знают, что такое Resident Evil. Они явно ебнутые на голову. Просто... Я не знаю, ребят. Вот я, в первую очередь, посмотрю прохождение от Dark Sandfield, от DSP. Если мне хоть чем-то игра понравится, то я буду играть. Но покупать это дерьмо я никогда в жизни не буду. Я дождусь, пока она выйдет на компе, и поиграю сам, если игра меня заинтересует. Но покупать не буду это дерьмо. Если сама игра такая же, как демо-версия, а демо-версия, по идее, это что? Это демонстрация. Что такое игра? Так что, если игра действительно такая же, как демо-версия, все нахуй, короче. Когда вышла Raccoon City, я думал, что хуже некуда уже. Но Resident Evil 6... Это даже еще хуже, чем фильм, наверное. Новый вот этот. В общем, вот. То есть, единственное, что мне понравилось, ну, так вот, не то, что прям понравилось, но более-менее так. Меня понравилось. Более-менее. Это вот в той демо-версии, которая сначала вышла для Xbox, которая еще была на E3. Это демо-версия за Леона. Там действительно есть такая небольшая атмосфера сурвайвл-хоррора, там пугалки есть, там зомби. Ну, там, когда девочку вот это там, типа мужик потерял свою дочку, поэтому она превращается в зомби. Вот это. Тут есть немножко, да, сурвайвл-хоррора, там что-то такое интересное. Но все остальное в той же демо-версии, другие за Леона, за кто там еще, Крис, там еще кто-то. Я уже даже не помню, хуйня, короче. И в первой, и вот в этой демо-версии тоже. Все остальное просто отстой. За Леона еще более-менее. Причем даже вот этот кусок демо-версии, которая за Леона здесь, вот на PlayStation 3, это тоже полная херня. Я говорю, единственное, что мне понравилось, это вот за Леона в той первой демо-версии, которая на Xbox, которая еще на E3 была. Я не знаю, просто им явно делать просто нечего. Вот этим вот пидорасам, которые делают эту игру. Им просто явно делать нечего. Вот все-таки, с другой стороны, люди все-таки, они умные, сука. Сейчас я объясню, почему. Они все-таки умные. Смотрите, Resident Evil 6, Raccoon City, это говно они выпустили. На Xbox, на Sony, на компьютере. Ну, с шестой Resident позже выйдет на компьютер, но он выйдет. Говнецо выпустили везде, чтобы все его схавали. А Resident Evil Revelations это просто шедевр по сравнению. Это, я делал видео уже, посмотрите, на моем канале. Называется Resident Evil Revelations, лучшая часть после ремейка и Zero. Вот эта игра, это действительно шедевр, по сравнению с вот этими Raccoon City и Resident Evil 6. А где выпустили Revelations? Только на 3DS. Понимаете, в чем дело? Говнецо выпустили везде, чтобы все могли его схавать. А такой шедевр выпустили эксклюзивно на маленькой 3DS, чтобы только ограниченное, ну, я так скажу, определенное количество человек, у которых есть 3DS, могли в него поиграть. Все. То есть, понимаете, в чем смысл? То есть, они, сука, умные, все-таки есть, а? Дайте мы говно все, да? Всем дадим, а действительно сладкую, хорошую конфетку мы выпустим только как эксклюзив на маленькой консольке портативной. Чтобы не все смогли поиграть. У скольких человек есть Xbox или PlayStation 3? Практически у всех. У кого есть компьютер? У всех. У кого есть 3DS? Я из своих, например, если взять человек 20 знакомых, я только одного знаю, у кого есть 3DS. Так что вот. Вот видите, все-таки они. Так что вот это шестой Resident Evil, по крайней мере, вот эта демо-версия, берется, открывается бачок толчка, она оттуда бросается и смывается. Все. Так что, если кто думает, шестой Resident выйдет, Толян любит Resident, он будет в него играть, я не буду. Я не буду, если действительно игра такая, как демо-версия показала. Единственное, когда я буду играть, это когда она выйдет на компьютер, я бесплатно скачаю, и если мне игра хоть как-то понравится, хоть чем-то она меня заинтересует. Ну вот.